Привет друзья! Хотим сообщить, что у нас на сайте появился новый раздел с полезными и удобными покерными калькуляторами, используя которые вы всегда сможете быстро рассчитать шансы банка, прибыльность блефа и различных сайзингов при разной реакции оппонентов. Наши калькуляторы помогут разобраться в том, когда калировать и делать пуш с положительным EV, и это далеко не полный перечень доступных инструментов. Сейчас для вас доступно более 10 готовых калькуляторов, и их количество будет увеличиваться. Переходите по ссылке pickerstass.com.spoker-калькулятор, чтобы получить доступ к новому разделу и начать использовать нужные вам калькуляторы прямо сейчас. Всем привет! Сегодня разберем FoldEquity. Это одна из самых важных тем, поэтому буду объяснять максимально подробно на простых примерах. Это видео в основном предназначено для новичков, для более опытных. Материал будет знаком в большей мере, но думаю найдутся и моменты для размышления ближе к середине, к концу видео. Так что можете оставаться, возможно натолкну вас на новые мысли. Что такое FoldEquity и для чего оно используется? Представьте, что вы блефуете. Когда вы делаете ставку с блефом, вы бесспорно хотите, чтобы ваш оппонент выбросил. И чем больше ставку вы делаете, тем больше ваше желание FoldEquity от оппонента. Давайте для наглядности рассмотрим два примера. В примере номер один банк равняется 20 долларов, ставка равняется 10 долларов. Во втором примере банк 20 долларов и вы делаете ставку в 100 долларов. Согласитесь, что у вас абсолютно разные риски. Во втором случае вы рискуете целыми 100 долларами для того, чтобы забрать банк 20 долларов. Это несоизмеримо больше риск относительно 10 в банк 20. FoldEquity помогает нам оценивать риски, то есть рассчитывать, как часто оппонент должен выбрасывать, чтобы наш риск был оправдан. Давайте посмотрим, как выглядит формула, с помощью которой мы будем считать FoldEquity. Она довольно-таки простая. Вы должны разделить ставку на ставку плюс банк. То есть вы делите ваш риск на то, что вы по итогу выиграете. Выиграете вы вашу же ставку плюс банк, который был в центре стола. Я подготовил для вас формулу в Excel. С ее помощью вы сможете посчитать FoldEquity. Вбиваете входные данные, банк и сайзинг ставки, и она покажет вам FoldEquity. Давайте разберем первый пример, который у нас был выше, когда мы в банк 20 ставили 10 долларов. Давайте для него посчитаем FoldEquity. Посчитаем его руками для того, чтобы лучше усвоить формулу. В принципе, по ходу видео еще разберем, посчитаем несколько примеров руками. Бет у нас был 10, делили мы его на такой же бет плюс банк на 10 плюс 20. И умножаем обязательно на 100 процентов для перевода в проценты. Что у нас получается? 10 мы должны разделить на 0.33, то есть 33 процента. Давайте прогоним по формуле банк 20, ставка 10, FoldEquity 33 процента. Все верно. Что, собственно, нам говорят эти 33 процента? Говорят они нам о том, что когда мы ставим 10 долларов в банк 20 и пытаемся его украсть, и наш оппонент выбросит 33 процента, если он выбросит 33 процента, мы оправдаем наш риск. То есть наша ставка будет играть ровно в ноль. Мы на практике должны сравнивать наши FoldEquity, которые мы рассчитываем, которые мы формируем, делая ставку, с реальными фолдами оппонента. Фолды оппонента мы можем оценивать как исходя из текстуры борда, исходя из наших знаний о оппоненте, имея какое-то о нем представление, исходя из статистики, ну, либо просто, если у нас ничего на оппонента нету, должны руководствоваться какими-то обобщенными знаниями, которые у нас есть об этой ситуации. Мы об этом еще поговорим ближе к концу видео. Давайте все-таки поймем, что 33 процента эти нам говорят абсолютно полностью. Представьте, что ваш оппонент фолдит 45 процентов, а мы в него ставим полпота и генерируем 33 процента FoldEquity. То есть, ожидая от него 45 фолдов из 100, при FoldEquity в 33 процента мы играем в плюс. За первые 33 его фолда мы покрываем убытки, за последующие 12 фолдов мы зарабатываем как бы сверху наших рисков. Тоже можно сказать про его фолды в 30. То есть, мы ожидаем от него 33 фолда, но он фолдит меньше. То есть, если у нас голый блеф, который не имеет ни капли equity, о котором мы поговорим позже, мы будем проигрывать вот эту разницу в 3 процента. Как она считается, сколько она равна в величинах абсолютных, то есть, сколько она равняется в блайндах, мы разберем в одном из следующих видео, которое будет посвящено расчету прибыльности ставки в блеф. Пока давайте разбираться с FoldEquity и предлагаю посчитать его еще для подбета. Давайте пишем FoldEquity, равняется 20, у нас будет подбет 20, так как у нас под 20. 20 плюс 20 умножаем на 100%. Получается у нас 20 разделить на 40, 1, 2, 50%. Давайте разберем с вами одну из не самых очевидных вещей на двух этих примерах. В первом мы ставили полпота 10 в 20 и генерировали 33% FoldEquity. Во втором ставили подбет, генерировали 50% FoldEquity. Смотрите, у нас ставка увеличилась в 2 раза, а в FoldEquity всего лишь 1,5. Не кажется ли вам очень привлекательным ставить везде подбеты, с учетом того, что большинство из вас играет, я так полагаю, и понимает, как в глазах оппонента и в ваших глазах в принципе выглядит подбет? Довольно-таки угрожающе, в отличие от ставки в полпота. То есть, а не лучше ли нам ставить подбетами, потому что FoldEquity отличается всего лишь на 1,5-17% в отличие от ставки, которая аж в 2 раза больше. Подумайте над этим, поставьте на паузу. Пока давайте посчитаем еще два примера. Я как раз за это время подведу вас к ответу. Давайте поставим 2x overbet. Это у нас будет 40. Разделим на 40 плюс 20. Умножим на 100%. Получается 2,3 и 66%. Мы второй пример не проверяли. Давайте проверим. 50. В третьем нашем 67. Все верно. И давайте поставим 4x overbet. То есть, 80 в банк 20. 80 делим на 80 плюс 20. Обязательно переводим в проценты. Получается 80 разделить на 100. 80%. Да? Давайте перепроверим на всякий случай. 80%. Все верно. Давайте вернемся к подводным камням. И разберемся, почему не стоит ставить подбеты направо и налево. Хотя мы вроде бы генерируем 50% полдэквити и все прекрасно. Разбирать это будем на более утрированном примере, когда мы ставим 4x overbet и генерируем 80% полдэквити. Смотрите, когда мы создаем 80% полдэквити, для нас это говорит о том, что мы ждем именно такой процент полда от оппонента как минимум. Если фалдит меньше, значит мы играем в минус. Фалдит больше, отлично мы зарабатываем. Для оппонента же значит, что он может выбросить легально эти 80%, потому что мы их как бы обеспечиваем риском. Мы рискуем, и поэтому он может отвечать соизмерно нашему риску. То есть он может выбросить 20, вернее 80%, уравнять 20% и тоже играть в безубыток. Давайте теперь подумаем, почему бездумно ставить 4x overbet и это плохо. Все довольно таки просто. Потому что когда мы ставим небольшую ставку, например полпота, мы хотим выбить 33% рук. По сути, такие руки будут часто набираться какими-то мусорными руками в диапазоне у оппонента или очень слабыми парами. Когда мы поднимаемся по этой вершине полдэквити, мы уже выбивать хотим вторые пары, топ-пары, допера. Потом доходит до того, что мы нацеливаемся уже на какие-нибудь циты, стриты или флэши. Возможно даже в полхаусе, в зависимости от того, как сложился борт. То есть чем больше полдэквити мы генерируем, тем более сильные руки мы ожидаем выбить у оппонента. В этом основная проблематика просто так раскидываться большими ставками. Мы с вами выяснили, что не стоит разбрасываться большими ставками бездумно. Что тогда делать? Нужно искать золотую средину между силой рук, которую вы хотите выбить, и размером ставки, против которой эти руки будут полдеть. То есть, пример. Если вы хотите выбить топ-пару и понимаете, что топ-пара будет часто полдеть против подбета, не нужно тогда ставить 3 банка или 5 банков. Потому что, когда вы ставите лишние несколько банков, вы генерируете больше полдэквити, и это полдэквити как бы должно работать, оно должно себя оправдывать. То есть, когда оно излишне, вы уже рискуете настолько большим количеством денег, что вы, по сути, должны выбивать уже не только топ-пару, а, например, уже допер и сет. Поэтому, когда вы стремитесь выбить, например, только топ-пару, ставьте ровно столько, сколько требует эта ситуация. То есть, не превышайте риски. Искать золотую средину, кстати, мы научимся в видео, посвященном прибыльности ставки с блефом. Давайте для парочки примеров просто посчитаем полдэквити, и потом посмотрим на более сложные вещи. Банк 5,2, мы ставим 1,7. 5,2, 1,7. Учитесь прикидывать полдэквити на глаз сразу 25%. Давайте второй пример посмотрим. 5,2 снова банк, ставка 3,9. 43% полдэквити нам нужно. То есть, мы ждем, что он выбросит как минимум 43% здесь рук. Давайте посмотрим еще один пример. Открываемся, ставим кандбет. Тут давайте научимся оценивать диапазон фолда оппонента. То есть, нам это пригодится. Мы ведь не просто должны в вакууме смотреть, о, у нас полдэквити 33%, круто, ставим. Мы должны сравнивать полдэквити с фолдами оппонента. То есть, то, которое мы можем сгенерировать, мы должны сначала оценить фолды оппонента, которые мы ожидаем от такой ставки, и сравнить с фолдэквити, который будет у этой ставки. Тут я накидал диапазон, который я считаю оппонентом может быть. Это стандартный диапазон защиты катофа, ГТОшный. Предлагаю вбить борт и просто прикинуть в среднем фолды. Сейчас мы рассматриваем ситуацию, просто разбирая фолдэквити и фолды. То есть, мы не трогаем другие концепты по типу эквити, дальнейших там улиц, тернов и прочего, там тех же самых лопов, риверов. Просто неважно, мы смотрим на фолдэквити. То есть, представьте, что вам нужно понять, плюсовая у вас ставка по фолдам или минусовая. Ну, вообще, в данный момент просто научиться оценивать фолдэквити. К более сложным моментам мы перейдем в дальнейших видео. Борт оценили. Давайте смотреть, что у нас получается. Сытый оппонент никогда не выбросит. Отмечаем галочкой. Две пары тоже не выбросит. Оверпар у него нет. Кто не пользовался флопзилой, ловите на лету. В принципе, тут ничего сложного. Сейчас мы просто выбираем по фильтрам, какие категории рук оппонент будет продолжать. Фильтр стоит слева, значит, мы выбрали, как будто он их продолжает разыгрывать. Ну, с матрицей, думаю, большинство должно быть знакомо. В целом, ничего сложного. Тут сьютовые руки, тут сьютные. Полосочки просто процент рук, который тут есть. Давайте продолжать. Топ-пары, очевидно, он тоже не выбрасывает. Карманные пары, ниже топ-пары у него таких нет. Средние пары, вальта, он в этой ситуации на полпота тоже не выбросит. Слабые пары, я уже отмечал здесь, видимо, что-то. Туз 4, Дама 4. В общем, ни одну четверку он выбрасывать не должен. При этом карманные пары типа пятерок, шестерок, семерок стоят здесь уже не очень хорошо. То есть десятки, девятки, думаю, колл, потому что они вяжутся с бордом. Руки типа восьмерок-пятерок, если смотреть на то же самое ГТО, будут защищаться с чистотой. Поэтому это уже чисто такая субъективная оппонентозависимая оценка идет. То есть к чему вы больше перебегаете. Давайте этот пример, допустим, рассчитаем для двух типов оппонентов. Один будет уравнивать, например, без восьмерки пар ниже. И особо не будет никакие бэкдоры подкалывать. Давайте ОЕСД колл, гатшоты очевидно колл. И каких-нибудь бэкдоров мы набросаем. Не самых плохих. Там Туз 5, например, пусть будет, потому что в стрит и цепляется. Туз 9 пусть будет, потому что тоже будут ехать еще гатшоты. Дама 8. Ну, в принципе, лучше уже Туз 8. Хватит. То есть, если мы видим, что оппонент защищается примерно так, все, что цветное, он защищает 56% диапазона. То есть у нас 44% полдов набегает на такую ставку. Давайте посчитаем. Кстати, в фолдеке мы считали 2,6. 33%. Ну, я думаю, вы уже понимаете, что на полпота всегда 33%. Тут взаимосвязь из формулы вытекает. То есть у нас при таком типе оппонента здесь абсолютно любая рука будет иметь автопрофит. Я не прибегаю к тому, чтобы вы ставили все флопы за 100%, если у вас есть автопрофит. Я просто хочу, чтобы вы немножко поглубже понимали, как это все работает. Даже если вы неплохо понимаете ГТО, это еще не значит, что вот этими знаниями можно пренебрегать. Особенно теми, которые будут дальше по курсу, потому что это банальный фундамент. То есть, я бы сказал, его нужно встраивать в свою ГТО-игру. ГТО-игру нужно встраивать в этот фундамент. Оно все очень взаимосвязано. Поняли, что у нас, в принципе, есть автопрофитный бет. Неважно, что оппонент там делает. Хоть он рейзит эти все 56%, мы этой ставкой заработаем в моменте деньги. Уже другой вопрос, нужна она здесь или нет. Давайте посмотрим, если оппонент, допустим, будет подкалывать все пары. Он считает, что они сильные, что они годятся. И, допустим, он будет больше бэкдоров накалывать. Предположим, что его устраивает любой бэкдорный туз. И, в принципе, он не против подколоть какую-нибудь даму. Даже даму 5 и прочее. Так, ну все остальное и так отмечено. То есть, дама валет это у нас пара, дама 10 это у ESD. Можно тут и не отмечать. Вот, если мы видим, что оппонент колит любой бэкдорный туз, любую бэкдорную даму, все пары колит, кроме троек, двоек, то у нас фолды получаются 27%. То есть, просто так какой-то мусор проставить мы уже не можем. У нас получается убыточная ставка. Мы 6% фолды эквити не покрываем. То есть, опять-таки, как меняется стратегия под таких оппонентов, это не совсем тема этого курса. Поэтому разговаривать на эту тему не будем. Хочу, чтобы вы научились пользоваться флопзилой, оценивать фолды, оценивать ренджи. И эта насмотренность, она, по сути, является одной из целей этого курса, чтобы вы хорошо овладели ренджами, эквити, чтобы вы умели на все это смотреть новым взглядом. Так, давайте тогда посмотрим еще парочку примеров интересных, чтобы закрыть больше кейсов. Я здесь открылся. В меня фиш донкает под бетом. Давайте посчитаем еще раз для под бета 50%. То есть, я могу здесь легально выбросить пол ренджа, остальные пол ренджа как-то защитить. И, в принципе, это довольно-таки несложно, когда с флопа поливаются большими ставками, тогда ближе к риверу довольно-таки проще становится играть, потому что нам упрощают жизнь. Я, очевидно, здесь никаких фолдах не думаю. Я рейжу. Это еще один довольно-таки, ну, не самый легкий вариант для просчета того же в фолд-эквити. Казалось бы, ничего сложного, но просчитать в фолд-эквити в банке 14 мы даем 23. Сходу не всегда будет просто, поэтому призываю вас тренироваться. 62%. То есть, мы даем возможность оппоненту выбросить после его ставки 62% рук, и, в принципе, он будет... Как бы, ну, прав, если он их выбросит. Ему ничего не мешает это сделать, а защитить оставшиеся 38 сильных. А нам при этом нужны его 62%, если у нас ни грамма эквити нет. Зачастую у вас в флоп-терн всегда будет эквити, но это тема отдельного видео. Тут я уже добирал, просто не сильно нам интересно. На терне полпота ставим, 33% фолд-эквити, думаю, вы уже помните. Ну и на ривере вот тоже любопытный момент. Вроде бы часть дро не закрылась, часть у ESD каких-то не закрылась, но нужно четко понимать, что вы в банк в этой ситуации 102, расставляя 28, имеете 22%, вернее, должны иметь 22% фолдов, при этом оппонент, скорее всего, не выбросит даже самые слабые руки для данного розыгрыша, типа вторых пар, поэтому будьте осторожны. И давайте напоследок рассмотрим очень занимательный пример. Мы его затрагивали. Я здесь не играл, здесь открылся оппонент, его регуляр уравнял, и случилось следующее. Просто в банк 5 прилетела ставка 99. Давайте отметим 5, 99. Получается, регуляр этот может выбросить целых 95% своего оранжа. Давайте прикинем, что он будет защищать. Скорее всего, это любитель, видимо, он знает, что это любитель. Там был open race всего лишь в 2, ему нужно единичку доколоть, в центре стола еще единичка. У меня есть предположение, что там будет чуть ли не 100%, за исключением каких-то сильных рук, которые он хочет ребетить. Я сейчас вам покажу, почему не стоит такими большими ставками поливать. Допустим, нам не сильно принципиально здесь точность. Допустим, какой-то такой рейндж будет колом играться. Дама 10, 3. Давайте отметим. Дама 10, 3. Неважно, какое флэш-дро. И смотрим. Мы знаем, что если у нас 95% полдэквизи этот оппонент генерирует, значит, этот может выбросить как минимум 95%. Ну и, в принципе, безнаказанно. То есть, по сути, этот оппонент дает безнаказанно фолдить все, что хуже сета, двух пар и топ пар. Вот. Уже с учетом топ пар набирается 10% рейнджа. Практически 11. А нужно защитить всего лишь 5. То есть, на месте этого оппонента можно очень легко сжать кол, начиная от топ пары. Причем не с самым плохим кикером. То есть, видно, что 11% это самые слабые топ пары. Вот. Если тут есть какие-то сумасшедшие блефы, то у этого оппонента будет суперприбыльный кол, тут же будет суперминусовый блеф. Поэтому с ума сходить огромными ставками тоже не нужно. Всегда нужно искать золотую середину. также подготовил для вас домашние задания. Оно рассчитано больше для начинающих. Я предлагаю вам рассчитать фолд-эквити для каждого из этих сайзингов от 25 до 200%. Можете создать какую-нибудь табличку, выписать себе перед глазами, тогда будет проще выучить. И найдите несколько раздач, где вы делаете ставку. постарайтесь прикинуть фолд-эквити этой ставки на глаз. И сравните собственно с расчетом в Excel. Посмотрите насколько точно вы это делаете. Спасибо за просмотр. Больше покерводов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в вип-клубе нашего сайта pekarstas.com slash vip Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео. Субтитры Субтитры